Приветствую вас дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Божьего Слова и вот общий подраздел наших размышлений будет, как толковать Библию. Вы знаете, это самый сложный вопрос, потому что толкователей очень много. Хотя вот Библия одна, а толкователей очень много. Сегодня будем говорить о происхождении и природе этой книги. И для этого у нас в студии Владимир и Нель. Добрый день! Здравствуйте! Вы знаете, очень интересно. Хотелось бы сначала почитать текст из Фессалоникийцам, а потом мы поразмышляем немного над некоторыми моментами этого текста. 1 Фессалоникийцам 2.13. Прочитайте, пожалуйста. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть по истине, которое и действует в вас, верующих. У меня вопрос. Как Слово может действовать? Вот Слово действует в нас, верующих. Вот как оно действует? Ведь смотрите, если вирус, так он действует. Он разрушает, он действует. Вот, скажем так, организм живой, да, он что-то действует. Действовать может живой, мертвый действовать не может. Здесь написано, Слово действует в нас, верующих. Как это понять? Потому что Слово Божие, оно живое Слово. Как человек меняется, читая Библию? Он просто читает книгу, да, обычные слова, написанные в Библии, и он меняется. Когда он был таким, сегодня он стал другим. Ну, может, не сегодня, а завтра, через неделю. Это Слово, значит, действует. Да, то есть, он читает, он понимает, что что-то он делает неправильно в своей жизни, и он начинает меняться. То есть, вот так оно и действует на человека. То есть, те истины, которые Бог оставил нам через Слово, они касаются нашего сердца, и Дух Святой касается нас, меняет нас полностью. Да, и тут написано вот в этом тексте, что вы слышали, приняли Слово от нас нечеловеческое, не как человеческое, но как Слово Божие. Это очень важно, что мы понимали, что природа и происхождение Библии – это нечеловеческое, это Божье Слово. Конечно, несмотря на то, что люди и пророки написали его, мы принимаем его как за дар Бога. Эти люди были движены Духом Святым, и они уже как бы как под, как это говорится, не под диктофон, а под записи. Под действием, под влиянием. То есть, Бог говорил, а мы записывали. Они записывали, да, под действием Духа Святого, а они под руководством. Под руководством, да. Под руководством. Но мы будем об этом говорить немножко позже, что не все совсем так, потому что иногда люди выражали и свое мнение, не только так, как то, что Бог им продиктовал и записали. Конечно, потому что… Допускали, что вот он говорит, а я вот понимаю так, Павел говорит, да, помните. Об этом мы чуть позже поговорим. Скажите, пожалуйста, вот насколько важно понимать происхождение. Именно происхождение Библии? Вообще чего-нибудь, но мы в данном случае говорим о Библии. Когда мы знаем происхождение, меняется наше отношение к этому. И восприятие тоже. И восприятие. Если это истина или не истина. Конечно. Если мы скажем, ну там труды, допустим, Ленина. Ну да, это было давно, когда-то был такой человек, тем более мы уже узнали, это был там не совсем человек такой, скажем, который был бы по слову Божьей, это революционер такой и так далее. Но происхождение, да, и читать не хочется. И оно как-то… Ну, происхождение мы узнаем, кто за этим всем стоит. И тогда у нас желание или появляется читать, или не появляется читать, да, или действовать, согласно вот этим инструкциям, которые даны. Как важно понимать происхождение. От этого зависит наше отношение к слову, которое мы читаем. Происхождение. Это очень важно. И нам нужно понять, что происхождение – это не человеческое, а божественное. Поэтому сегодня так много атеистов и сегодня так много неверующих людей, потому что они не понимают происхождение Божьего Слова. Согласны? Согласны. Они говорят, да, кто там писал? Люди писали. Вот и всё. Вот и это всё людей останавливает от принятия Слова Божьего, потому что они не понимают происхождение. Ну, иногда мы узнаём происхождение того, что тебе интересно, ты хочешь узнать происхождение, а что тебе там не интересует, не интересно, этого происхождения как бы узнавать и не хочется. Но, как мы уже поняли, что Слово Божье, оно живое, то есть мы это видим в результате, то что Слово Бога, Слово Божье, оно действует. И поэтому, как оно действует? Хочется узнать происхождение, историю, как оно вообще, откуда, что это. Потому что видишь результат. Когда видишь результат, хочется узнать истоки. Конечно, очень верно. Ну, хорошо. Давайте немного поговорим о Петре. Вот Пётр, он выражает свою убеждённость. И он говорит, а я убеждён, что это Слово, Слово имеет Божественное происхождение. Помните, да? Давайте прочитаем 1 Петра, 2 Петра, извиняюсь, 1.19. 2 Петра 1.19. Всё-таки мы сегодня сделаем акцент на этом происхождении. Почему? Потому что, если вы взяли вещи в руки, да? Вот ваше пальто, к примеру, да? И вы смотрите, ну, сделано оно где-то, ну, в Нигерии. Ну, вы думаете, брать его, покупать, не покупать. Или это же пальто, вы берёте и смотрите, сделано в какой-то такой стране. В Италии. В Италии. Сразу берём. Да. Или ещё где-то. В такой стране, где вы доверяете. Происхождение. Понимаете? Происхождение. Так вот, когда мы знаем, что это Слово, оно происхождение, оно Божье, свыше, у нас совсем другое отношение становится. Хочется узнать, да. Читаем, пожалуйста. 1.19, да? Тогда окончательно утвердились мы в своей вере. Пророческое Слово. 2 Петра 1. Да, 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 перевод другой. 2 Петра 2. Это у меня новый перевод, да? Тогда окончательно утвердились мы в своей вере в Пророческое Слово. И вы правильно делаете, что держитесь его, как светильника, что сияет во тьме до рассвета, до тех пор, пока не начнётся день, и не взойдёт утренняя звезда в сердцах ваших. Ещё. Дальше. Только прежде всего помните, что ни одно из пророчеств Писания невозможно толковать самому, ибо никогда эти пророчества не произносились по воле человека. Если же изрекали их люди, то всегда от имени Бога, движимые Духом Святым. Очень хорошо, правда? Да, да, да. То есть, прям так, Пётр, похоже, был очень сильно убеждён в том, что Слово, которое было написано, оно было написано под влиянием Духа Святого. Писали его человеки. Вы знаете, иногда человек может написать, и на этом закончил он свою историю, его больше нет. А то, что он написал вот это слово, он, может быть, был, знаете, как орудие, как инструмент в руках Божьих, да. И вот он сделал, допустим, возьмите Саула. Саул очень много хорошего сделал, очень много. Начинал прекрасно, всё, служение такое, знаете, служил Богу, потом отошёл. Но то, что хорошее, мы берём и пользуемся сегодня. Мы говорим, пример Саула в том, в том, в том хороший. А потом его вообще плохо закончил. Поэтому Пётр здесь хочет сказать, что люди, какие бы они ни были, они писали, но они не писали это просто потому, что им захотелось написать по своей воле. То есть, руководил Дух Святой. Господь Бог управлял всем. И ещё один текст хотел бы, 2 Тимофея 3, 15 и 16. Давайте прочитаем. «Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение веры во Христа Иисуса. Всё писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Подтверждение слов Петра. Всё писание какое? Богодухновенно. Богодухновенно. То есть, под влиянием Божьего Духа, другими словами, скажем, было написано. Всё писание. И теперь вот ещё такой вопрос у меня возникает. Скажите, даже вот зная всё это, вот вы тоже люди верующие, там написано с детства, я думаю, вы тоже многие с детства. Вот было ли у вас когда-нибудь, что у вас возникают какие-то сомнения относительно Божьего Слова? Вот каких-то моментов, там каких-то текстов или в общем, а может это не то, а вот я всё-таки не знаю ли это так уж достоверно. Были у вас когда-нибудь сомнения? У меня никогда не было. У меня непонятки были, когда читал, не понимал что-то. Там пророчества какие-то или какие-то стихи конкретные. Но так, чтобы я усомневался, что это не от Бога, никогда такого не было почему-то. Даже когда я чуть-чуть от церкви ушёл, то есть я всегда знал, что Слово Божие – это Слово Божие. Чуть-чуть это так, чуть-чуть на другую улицу, да? Да, поэтому не было у меня никогда. Меня просто, я с детства в церкви вырос в семье верующих людей, и для меня это всегда было, что детская Библия, что такая взрослая Библия всегда была. Истинная, авторитетная всегда была. Я тоже в детстве всегда слышала, когда была маленькой девочкой, слышала всегда, что есть такая книга священная, святая, которая было трудно достать в те времена, очень трудно. И где-то она находилась, если у бабушек, то это очень где-то там они прятали в чулане или в каких-то больших сундуках. То есть какая-то сокровенная, как жемчужина, они дорожили, и всегда почему-то на неё был спрос, то есть все хотели её иметь, хотя бы иметь, чтобы она была в доме. И я думаю, странно, думаю, что за книга такая, которую все хотели, чтобы она находилась у каждого. Думаю, что-то… Думаю, почему не любая другая? И люди подвергались большим гонениям за то, что они имеют. Даже, может быть, не всю Библию, даже если какой-то фрагмент или небольшой отрывок. Думаю, почему люди подвергают свою жизнь, жизнь своей семьи тому, чтобы иметь вот этот кусочек. Значит, думаю, это что-то необычное и непростое. То есть отдать жизнь за то, что в доме у тебя находится эта книга. И мне стало интересно. И когда я уже повзрослела, уже в доступе можно было приобретать Библию, она у меня появилась. И это на самом деле кладезь и жемчужина всего, что Бог нам написал здесь и дал для нас. Насколько здесь всё мудро и всё составлено правильно для каждого человека. Но сейчас встречаю таких людей, мои подруги, которые говорят, «Ты веришь в эту Библию? Ты веришь? Ты знаешь, кто написал? Неужели ты думаешь, что здесь всё правда написано? И неужели ты остаёшься верна ей и предана?» Я говорю, да, независимо, сколько тысячелетий прошло, сколько поколений, она остаётся неизменная, она всё та же действует и делает великие преображения в жизни каждого человека. Поэтому я считаю, да, авторитет и непоколебимость – это Слово Божие. Хорошо. Вова упомянул, что он вырос в христианской атмосфере, в такой семье. А вы, я так понял, с детства не были, да? Нет. Мы были в православной церкви, и мама, я помню, лет 8-9, у нас была иконка в углу, и мама всегда говорила, вот, есть Бог, и Он спасает. В самом раннем детстве, я не помню, чтобы у нас была Библия, то есть она появилась, когда я уже лет 10 мне была, но я знала, что есть Бог, и всегда молилась на эту иконку, как меня учила мама. Вот, и я знала, что есть Бог, и я ждала, когда появится Библия, когда еще потом появилась Детская Библия на уровне для детей, чтобы можно было узнать, то, конечно, это стало открытием и очень полезным. Хорошо, хорошо. Ну, скажите, еще такой вопрос хочу задать вам. А какие тексты больше всего, вот, как бы, укрепляет вас в том, что достоверность Священного Писания, она, знаете, ну, вот, несомненно. Вот, какие моменты Священного Писания? Может, какие-то, не знаю, вот, что вас утверждает в том, что Библия, она является такой, знаете, ну, достоверной книгой. Вот, какие в Библии есть моменты? Ну, у меня лично это не стихи, это пророчество, великие пророчества в Библии. Данила, Откровение, когда ты начинаешь сравнивать с историей, и вот эти вот номера, цифры, там, тысячелетия. То есть, так просто все совпадать не может. То есть, да, очень так конкретно все описано. А самое главное, интересно, когда читаешь, и ты начинаешь копать, это же интересно, история. То есть, Библия, это не только пророческая книга, это еще и историческая книга. То есть, мы можем от начала, это великая история Израиля, израильского народа, через что они прошли. И мы, когда смотрим, даже не сравниваем Библию, возьмем израильский народ, спросим у евреев, они то же самое тебе скажут. То есть, целая нация, целая нация как бы основывает свое происхождение и бытие на том же самом. То есть... Вы знаете, Библия достоверна, очень верна. И когда мне попала Библия, и я ходила уже в школу, и я знала, что Библия всегда верна. И книга бытия, которую я стала изучать, читать, и когда было сотворение человека, значит, Адам, у Адама взяли ребро, и Бог сотворил Еву. Я пришла, у нас был урок биологии в школе. Ну, я же знаю, что все, все, что написано, все точно. И учительница спрашивает строение скелета. Ну, я думаю, сейчас я, наверное, никто не знает в классе, что у женщин меньше ребер, чем... То есть у мужчин меньше на одно ребро, чем у женщин. И я поднимаю руку, Елена Павловна говорит, Дан, Эля, пожалуйста, а что у тебя? И я встаю и говорю, Елена Павловна, я хотела бы сказать всему классу и вам заявить, что у мужчин меньше на одно ребро, чем у женщин. На что она на меня посмотрела с таким недоумением и говорит, ты откуда это взяла? Я говорю, ну как, как, вы не знаете? Говорю, в Библии написано, что Бог взял у Адама ребро и сделал Еву. То есть женщина. В каком классе было? Это седьмой, она шестой, седьмой класс, шестой, наверное. И сделал, сотворил Еву. И поэтому, извините, у мужчин меньше. Она такая, садись, после урока ко мне подойдешь. И она мне объяснила детально. Да, этот момент запомнила. Но не заставила вас сомневаться? Нет, ну не заставила. Она говорит, где ты нашла это? Я говорю, ну как, в Библии написано. Она такая, ну приди, я тебе научу. Уму разум. Понятно. Да, потом. Хорошо. Вот еще такой момент. Я, исследуя тоже эту тему, нашел, что мы говорим, все, все писание боготновенно, боготновенно. Но есть моменты, когда мы читаем, что рассудилось мне там написать то и то. Есть такое, да? Там, Феофил, да, почти, мне захотелось написать тебе. Павел говорит, апостол, ну, не Господь говорит, а вот я говорю, надо лучше, чтобы так было, а не по-другому. Как вы к этому относитесь? Это тоже боготновенно или как-то это можно в эту часть? Вот мы только что прочитали, я бы, в Фессалоникистях, что все писание боготновенно. И для меня, как бы, этот стих, он основа является. Не то, что основа, он меня подчеркивает еще раз, что авторы-то были. Мы же читаем, что все эти Тимофеи, Тимофеи, ну, мы знаем, что это все в Новом Завете, там, Павел написал большинство книг, ну, Иоанн, Матфей, Лука. То есть, это авторы. То есть, они от себя тоже писали. Не то, что от себя, они писали то, что они помнили. Да, запомнили. Биографию там Христа и все остальное. Но это не значит, что они не были ведомы Духом Святым под тем, что они писали. Да, совершенно верно. Это для более доступного, для нам, да? То есть, он пишет, чтобы нам было более понятно и более доступно на нашем языке. То есть, чтобы не только бы... Ну, то есть, он и пишет, да? Вот я пишу. То есть, то, что они пишут и говорят от себя что-то, мы видим, что оно ничего не противоречит, а наоборот, дополняет. И если оно находится в Священном Писании, значит, Бог позволил быть этому в этой книге. Хорошо. Я с вами согласен. Я думаю, что с нами согласится большинство наших слушателей. Но у меня-то вопрос, а какое же основание есть у людей говорить то, что все-таки мы не все можем так понимать, как там написано, потому что не может быть, что Бог сотворил землю за семь дней. Кто-то не верит в воскресенье, а кто-то не верит, что суббота, освященный день Богом, от сотворения остается и до сегодняшнего дня. Как нам ответить тем людям, которые все-таки не доверяют каким-то частям Священного Писания? Ну, из своего личного опыта, если люди не верят, они не верят. Хоть ты убыл об стенку. Но он читает Библию, как бы всю читает. У нас 7 миллиардов людей на земле, я не знаю, сколько из них прочитало Библию, и будет мнение столько же, сколько людей, которые прочитали. Всегда будет свое мнение у людей, они всегда будут понимать по-своему, как они хотят, потому что Библия, она большая, в принципе. А как убедить, что твое мнение, оно правильное? А стоит ли убеждать? Убеждение очень часто не работает. Нужно просто делать так, как ты считаешь правильным, своим примером. Если ты уверен, что это седьмой день субботы, то соблюдай седьмой день субботы по заповеди. Я только вопрос задаю к тому, что Библия сама объясняет себя. То есть нам не стоит, допустим, хочет человек сказать, нет, 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 не нужно это. Мы говорим, ну вы знаете, Исаия 8.20, оно говорит, что обращайтесь закону откровению. Если все эти люди не говорят, как вот это слово говорит, священное слово Библии. Нет них правды. Они тьма. В них нет света. А если нет света, значит тьма. То есть не темный человек. На этой неделе я разговаривала с одной девушкой, которая соблюдает, ну она соблюдает воскресенье. Но в писании она читает и говорит, Неля, я очень изучаю, люблю писание. Ну и насчет того, что один день. И я говорю, давай мы в воскресенье с тобой встретимся, и там нужно было нам что-то сделать. Она говорит, извини, в воскресенье не могу, я в покое. Я говорю так, а это в пятницу было. Я говорю, так ты в субботу успокойся и проведи в покое. А в воскресенье, говорю, мы сделаем то, что нужно сделать. Она, нет. Я, говорит, воскресенье. Ну и у нас зашел разговор насчет того, какой день, суббота или воскресенье. Ну она зашел до того, что она говорит, и что ты хочешь сказать, что все адвентисты спасутся, а те, кто соблюдает воскресенье, нет? Я говорю, ну ты сама сделала вывод. Вот, поэтому Писание само себя трактует, и я говорю, ты исследуй, если ты найдешь где-то, что надо соблюдать воскресенье, мы с тобой поговорим. Говорит, оно все объясняет. Говорю, зачем мы хотим? В каких случаях я говорю, не держите это в себе, поделитесь со мной, я тоже хочу спасения. Отлично, отлично, да. Хорошо, вот еще такой вопрос. Я уже понял, что вы очень убежденные люди в том, что все Писание боготновенное, ничего нельзя выбрасывать. Потому что, смотрите, я еще такой момент, только вот... Кроме песни песней? А, что песни песней? Прекрасная книга, прекрасная песня песней. Вот у меня вот вопрос, зачем она в каноне вообще? И главное, в середине, в середине, практически в середине. Ну, это для семейных пар, почему нет? Очень важно. Ну, это чтобы красивым языком могли мужчины делать комплименты своим женам, мужья своим женам. Да, поэтому Бог говорит, вот, учитесь, учитесь, чему не хватает у вас. Хорошо, друзья, у нас сегодня чуть другая тема, я понимаю вас. Но, вот, у меня еще такой вопрос. Скажите, если человек игнорирует какой-то частью, ну, Писания, начинает толковать по-своему, чего Библии вообще-то нет. Написано, за шесть дней Бог создал небо, землю, да? И потом написано, а день седьмой он покоился. И дальше написано, как этот день проводить в покое, буквальный день. И когда народ нарушал, Бог тоже говорил, ну, вот, этого делать нельзя. То есть, речь идет о реальных днях. То есть, если человек, скажем так, учит, что вот эту часть воспринимать надо не так, и не верьте тому, что там написано, тогда не остается сомнений, что завтра он еще какую-то часть отменит. И пусть завтра еще что-то. И другими словами, я вообще хочу сказать, что он не доверяет этой Библии. Он не может теперь сказать, что все Писание богодухновенно. Он может сказать, что все Писание, кроме, там, такого-то отрывка. А Библия так не говорит. Поэтому, если эти люди учат и трактуют неверно, пусть это будет целая динаминация или направление, мы должны четко сказать, они не признают Священное Писание. Все не признают. Все не признают. Если отвергает одно, он не принимает богодухновенность. А выборочно верить, Господь нам об этом не говорит. Хорошо. И вот еще такой простой вопрос, казалось бы. В чем разница сказать и записать? Я говорю слово, а потом говорю, а ты еще запиши вот это слово. В чем вот эта разница? Ну, потому что сказанное может забыться. Даже если хорошая память, все равно может забыться. Через какое-то время. Даже если ты передал своим детям, а детям, внукам, через какое-то поколение, все равно может забыться. Даже народ израильский забывал. Записанное забывал, не то, что сказанное. А записанное все-таки, вот сколько тысяч лет прошло, когда Бытие было написано? Ну, так тысячи три, наверное, с половиной, да, уже? Ну, где-то да. До сих пор читаем. Смотрите, помните и Фай, когда его там отринули сначала братья, и говорят, ты нам тут не нужен, потому что наследство с тобой придется отделить, а ты все-таки не сын нашей матери, ты там от наложницы родился, поэтому ты не с нами. Выгнали. Но потом, когда надо было воевать, они увидели, что он способный, и говорят, слушай, а ты мог бы быть у нас вождем? Ну, он там договаривается, что если вы меня, то я тогда могу быть. И он потом идет устраивать, ведет переговоры дипломатические между государством и с кем воевать, и те говорят, мы будем нападать на вас, потому что вы живете на нашей земле. И Фай начинает поднимать историю, говорит, вообще-то, давайте подумаем. Смотрите, когда Моисей, Бог вел народ через Моисея, и они просили пройти через вашу землю, вы не пустили, они пришли в другую, нет, это он возвращается 300, 400, 500, 800 лет, тысячу назад, и помнит всю историю. Сегодня, если вы меня спросите, как звали моего прадедушку, я не знаю. А он называет имена, он называет даты, он называет царей, он называет всю историю. То есть память наша становится хуже. А вот даты, знаете, такие, ну, серьезные даты, весомые даты, то мы, ну, скажем, мое дерево, вот, родословное, да, надо было бы знать. И я что-то знаю, но недалеко. Я вот назад... Надо до восьмого поколения, советую до восьмого поколения знать. Вот видите. Поэтому. Поэтому я, чем его очень правильно сказал, что действительно мы забываем, поэтому Господь Бог говорит на... Давайте прочитаем. Давайте. Это повеление, оно дано, исход 34, 27. А кто-то откровение 1, 11, сойдите. Исход 34, 27. Откровение 1, 11, Исход 34, 27. Опять же у меня новый перевод. Господь сказал Моисею, запишите слова, ибо эти условия союза завета, которые заключаю я с тобой и с Израилем. Вот так вот. До Моисея мы знаем, письменности не было, передавали из уст в уста, и тем не менее, как подробно все записано потом. Вспоминали, записывали, писали, писали. А после этого, когда Моисей начал писать, поэтому мы имеем такие подробности. Имена, все так точно, точно написано. И тут уже не Моисей выбирает записать или просто там передать, а уже Бог говорит прямо, запиши. Бог знал, что это очень важно, должно быть написано. Ну, даже, что записано пером, не вырубишь и топором. Поэтому тоже записано уже достаточное. 1.11. Откровение 1.11 написано. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикию. И еще 19 стих, если можно. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. А еще одно место, если вы помните, есть напиши, запиши, чтобы читающий мог знать и разуметь. Знать и разуметь. То есть, когда-то тебя не станет, а то, что написал, вот после этого люди будут читать и размышлять над этим. Как прекрасно то, что записано. То, что они записали, послушались Бога, Его повеление записали. И вот, когда ты держишь, ты понимаешь, что ты держишь сокровища вот из тех поколений, которые... Вы знаете, я знаю, что человеческая память, она очень сильная, и я удивляюсь, как она устроена, но все-таки раньше, тысячи лет назад, и сегодня, большая разница. Конечно. Поток информации. Представляете? Поток информации. Если раньше нам нужно было запомнить, ну, я даже не знаю, ну, что нужно было запомнить. Вот ты встал утром, сегодня тысячи, смотрите, интернет, есть люди, есть, у вас есть эти апотементы, что пойти там к врачу, или там к человеку поехать сделать, и у вас все по графику, и дома той, и домашняя церковь, и того посетить, тому позвонить, и все-все-все у вас, вот это только одного дня программка, а так каждый день. Понимаете? Это так сегодня память перегружена, что, я думаю, Бог не зря сказал, а ты запиши. Это точно. Вы знаете, у меня знакомая есть, ей 75 лет, и она водит автомобиль, не используя навигатор GPS. Вот. И она знает все улицы, куда, по памяти, по любым. Она говорит, так, это параллельно, мейн параллельно той улице, то есть фривей, она все знает. Вот. И она говорит, Нель, вот туда доедешь, или нет, вы мне скажите адресок, я в навигатор забью, и доеду спокойно. То есть люди, они по памяти все ориентируются. Мы, молодое поколение, не знаю, как у Володи, а ты, но я всегда навигатор, даже если ближайшая улица, я обязательно вобью, и доеду по навигатору. То есть тоже, не тренировка памяти, как вот наши там, может, бабушки, дедушки, которых, и вроде должно это облегчать нам, но... Ну, я думаю, что все-таки поток информации играет очень большой. Очень-очень огромную. Очень. Поэтому, слава Богу, спасибо Богу, что он сказал Моисею записать. Аминь. И мы сегодня пишем, 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 и все. Кто кому что должен, пишем, да. И вы знаете, сейчас дополню, что если раньше писали письма, отправляли в конвертах, да, ну, всегда вот помните, вы помните, да, получали письма от таких конвертах, и мы вот... Все мы получаем. А, еще получаете. Ну, я имею в виду... От служб. Нет, от служб. А если так, и мы решили с друзьями, пользоваться именно письменами, бумага, ручка, конверты, запечатываешь и отсылаешь. И когда ты открываешь конверт, то есть, во-первых, ты тренируешь память, тебе нужно написать от руки, отослать, марк, вот сейчас, да, вот мы потренировались, ну, потренировались, так, пару раз, и все. И решили опять смс-ки. Хорошо. Ну, и заключение, друзья, если вот мы еще раз поговорим, что слово стало плотью. Все-таки настолько глубокий текст, слово стало плотью. Давайте поразмышляем об этом. Как оно воплотилось? Для меня это радостная, самая, наверное, счастливая весть и новость, что слово стало плотью. То есть, слово, оно воплотилось во Христе. То есть, Христос представитель этого слова. Все в нем, все в он. И он есть это слово. Представьте, он есть, и люди, которые общались с ним в то время, они находились, и они слушали, и внимали каждое слово, которое им было произносимо, и были, впитывали. И мне кажется, это прекрасно, когда ты сам непосредственно вот в окружении этого. Да, Володь? То есть, сначала он вдохновил этих же самых людей записать это слово, записать эти великие пророчества. Потом, придя, он его осуществил, и он как бы исполнил это слово, исполнил закон. Почему у нас есть такая вот любовь к Библии? Почему это хочется взять руки, почитать, допустим? Ну, мы прикасаемся, потому что это, слово Божие, это Христос, это Отец, да, Бог. И ты, когда прикасаешься, ты чувствуешь, что как Бог любящий, любит тебя, и на страницах ты видишь всю историю. Он воплощен. Он воплощен, да. И ты как будто прикасаешься к той эпохе, к тому времени, в котором ты жил, если Евангелие, то когда Христос жил, да, это слово, и черпаешь такую поддержку, даже в наше время, в любой ситуации, оно дает тебе отвечать на твоё желание, на твою просьбу. Дело в том, что любовь к Слову Божьему есть только в том случае, когда ты его в руки берешь. Если ты его не читаешь, там хотя бы иногда, то любовь пропадает. И мало того, ты даже стороной начинаешь ходить, потому что как бы она тебе мешает в твоей суете. Потому что уже хочется в другую сторону выйти. Потому что в твоей суете она мешает, да. Потому что когда ты начинаешь Слово Божие читать изначально, оно показывает тебе на то, что ты делаешь неправильно. То есть совесть начинает работать. Чем дальше ты от него отходишь, совесть начинает, Дух Святой, его голос начинает умолкать. Это так работает. Да, так работает. И продолжать себя называть христианином, последователем, уже тоже сложнее. Конечно. Потому что ты уже не так уж сильно и христианин, ты уже не так сильно исследуешь этому, ты уже как-то даже избегаешь. И уже и любовь у тебя к Богу такая же исчезает. И начинается какая-то уже другая мирская жизнь. Поэтому Слово Божие нас приглашает, да не отходит книга сия, от уст ваших. Читайте ее когда? Всегда. Да, вкусите и увидите, да, тоже. То есть вкусите, почувствуйте вот этот вкус сладости от изучения. Я знаю человека, которому более ста лет, и он говорит, что я в своей жизни Библию в руках не держал. Он еще жив? Да. Есть надежда? Дали уже. Дали? Дали, да. Вопрос не в этом. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы говорим, вот, если бы не было никуда... Я другую идею хотел подчеркнуть, что каждый бы был прав, каждый бы тянул свою сторону. И сегодня, когда у нас есть Библия, посмотрите, сколько мыслей, сколько направлений, сколько идей, сколько конфессий. А представьте, если бы не был. Каждый бы делал вообще... Хаос. Хаос, да. И он бы писал какие-то другие теории, и все равно бы чего-то придерживался. Поэтому сегодня, ну, особенно страна Совета, где мы жили, она же не зря запрещалась и, скажем так, искоренялась даже из общества. Поэтому мы очень благодарны Богу, что у нас есть написанное Священное Писание. Ведь на Священном Писании, на законе Божьем, даже наши людские законы строятся. Государственные законы на этом строятся. Не укради, не убей, там еще другое. Это все истоки оттуда берутся. А вот фактор веры. Какую роль играет в изучении Библии? Фактор веры? Я думаю, основной. И опять же, с другой стороны, а откуда веру брать? Опять же, отсюда. То есть, ты читаешь, и у тебя появляется вера. Вера от слышания. От слышания от Слова Божьего. От Слова Божьего, да. Ну, раньше как-то было по-другому. Когда еще не было написано, Бог говорил так вот. Абраму говорит, встань и иди. Иакова говорит, вот, переселяйся, там будешь жить, там будешь жить, да. А сегодня нам нужно это читать. И Господь там говорит сегодня через Слово, да. Ну, вот мы сегодня коротко поразмышляли о происхождении природы Библии. Библии, и мы поняли, что происхождение Божественное, и природа Божественная. Да. И природа Божественная. Поэтому, дорогие друзья, если еще кто-то не читает Библию, пожалуйста, начинайте читать. Если читаете, продолжайте читать. Молитвы Господь будет открывать все новые и новые, скажем, истины или тонкости Слова Божьего для того, чтобы оно было как путеводитель в нашей жизни. Потому что без Божьего Слова человек это невеже. Пусть Господь благословит вас и всех нас. Аминь. Аминь. Иисус мой родной блежал и сердце печали нет. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...